Поскольку я работаю бухгалтером в различных организациях, то я могу как-то судить о том, какое влияние НДС оказал на услуги, на производство и на торговлю. И поскольку я и предприниматель, и экономист, и бухгалтер, то я в данной ситуации хочу рассказать о том, вот мое видение, что больше всего НДС оказал отрицательное влияние на торговлю, на импортеров. У нас в Абхазии очень достаточное количество предпринимателей, которые хорошо и уверенно стоят на ногах, имеют свои оборотные средства. Но основная масса у нас людей, занятых бизнесом, это средние и мелкие предприниматели. И у них не очень хорошее финансовое положение, и вот это введение важного НДС, оно еще больше усужибило их эту ситуацию. С чего начинается торговля? Приходят товары на границу. Платить авансом таможни, платить все платежи предпринимателю крайне затруднительно, потому что это получаются совершенно немаленькие суммы. Когда приходят вагоны, это 150-200-500 тысяч рублей. Если приходит корабль большой с цементом, то это вообще до миллиона суммы доходят. Но не каждый предприниматель может из оборота вытащить миллион и отнести, отдать его государству. Поэтому что делает предприниматель? Предприниматель идет в банк и пытается взять кредит. Если очень повезло, если у тебя прекрасная кредитная история, то ты можешь взять 24-36% годовых. Это тоже немаленький процент, но мы уже как-то более или менее с этим справляемся. Это большая удача, если ты смог это сделать. Но в последнее время в банках тоже ситуация не самая блестящая, и не каждому кредит дается. Что мы делаем? Мы начинаем занимать друг друга деньги, мы обращаемся в частный капитал. А там цены, там кредиты очень с огромными ставками. Это 60-120% годовых. Это не подъемные суммы, но мы даже на это идем, потому что нам нельзя, чтобы вагон стоял, нам нельзя, чтобы корабль простаивал. Мы занимаем огромные деньги. И получается очень абсурдная ситуация. Мы берем кредит, мы платим за него огромные проценты, и потом несем эти деньги и отдаем бесплатно государству. Но это не каждый бизнес сразу подрывается. Когда вводился этот закон, прежде чем, когда были слушания, было очень много разговоров, было очень много, вот сегодня вспоминали тех, кто продвигал этот. Нам очень много разъясняли, какие мы экономически неграмотное население и какой это самый лучший закон. И обещали под него создать еще дополнительные подзаконные акты. Должны были сделать льготное кредитование малому и среднему бизнесу. Обещали навести порядок на границе, обещали разобраться с таможенными, кошельными, таможенными сборами. Но ничего этого вообще сделано не было, и предприниматель остался один со своей проблемой. Мы все экономисты и финансисты. Что такое налог? Налог – это изъятие части дохода. Когда товар пришел на границу, это еще ни о каком доходе вообще речи даже не может быть. Это даже еще не товар. Он товаром станет, когда мы будем его реализовывать. Приходит таможенный груз. И как можно изымать только на границе от 13 до 15 процентов, мы сразу начинаем выплачивать, когда мы вообще еще не знаем. Мы его продадим, не продадим. Что происходит в торговле? В торговле происходят различные обстоятельства. Происходят форс-мажоры. Вот такие бывают наводнения. Вот такие бывают последствия от наводнений. Товар портится. Товар приходит в негодность. Это все ложится на плечи предпринимателя. Мы еще не продали ничего. Мы еще ничего не заработали. Мы только теряем. Вот эти проблемы, связанные с уборкой, с боем, с порчей, они вообще никого не волнуют. Это чистые убытки предпринимателя. Все это стоит огромных денег в устранении всех этих последствий. Остается вот такая порча товара. Остается бой. Иногда приходит товар, вот пришел вагон, полностью вагон был бракован. Если я с поставщиком договариваюсь, и он понимает, что он там накосячил, он может, но он присылает новый вагон, я опять за него должна платить деньги. То есть я и на эти товары потеряла, и выбросила свой НДС. И никто, и конечно, в законе вообще ничего не сказано о возврате НДС. Там просто надо платить вперед государству, твои проблемы никого не волнуют. Вот такие вот страшные картинки, это вот остаются не ликвиды. Я разговаривала со многими предприятиями. Когда мы подписывали письмо, 130 человек, вот это что было первое письмо, я обошла 65 предприятий. Я разговаривала с каждым предпринимателем, который подписал это письмо. У всех одни и те же проблемы. Около 20% товара, который приходит, он вообще не реализуется. И вот чем заказ заканчивается. Вот мы привезли товар, мы его начинаем уничтожать, он пришел в негодность. Никто эти деньги нам не возвращает, и никто не говорит, что вообще что-то произошло. Ну что делать в таком случае покупателю? Мы начинаем делить шкуру неубитого медведя. Я не знаю, как можно платить вперед за то, что ты вообще еще не знаешь, что ты получишь из этого. Уже мы не говорим о том, что у нас крайняя низкая покупательская способность. Мы не можем цены поднимать беспредельно. Для того, чтобы каким-то образом компенсировать вот эти свои затраты, надо поднять цену. Но это не может быть бесконечно. Нам жалко наших людей, нам жалко, мы знаем свое население и свои возможности. И вот эти кредиты, которые мы брали в начале, для того, чтобы быстренько продать товар и вернуть кредит, они замедляются, они начинают растягиваться, они тяжелым временем и грузом ложатся только на плечи нашего предпринимателя. Что тогда начинает делать предприниматель? Он начинает смотреть, какие у него затраты и какие возможности у нас есть уменьшить эти затраты. И первая статья затрат – зарплата. Мы начинаем увольнять людей, мы начинаем сокращать наши зарплаты. Мы все вот здесь сидящие, у нас бизнес у всех создавался годами. Бизнес не может вот раз и по… Это не волшебная палочка, что ты взял и создал его за один день. У нас все люди, все наши сотрудники, они работают у нас почти с самого начала основания бизнеса. Мы не можем их просто так выкинуть, слушайте, у нас социальная ответственность тоже какая-то есть. Мы в ответе за тех людей, которые с нами работают. Конечно, НДС помешал и в этом случае, потому что, когда я уволю у себя людей, он не придет и не купит технику, он не придет и не купит цемент, он ничего не может. Мое предприятие находится в Ачадарах, в селе, там нет другой работы. Там жители, работники, они живут напротив, через дорогу, и они приходят, не имея зарплаты. Они приходят и сидят целый день на работе, потому что у них нет другого средства существования. Что-то заработают и может быть что-то получится. Вот я как бухгалтер хочу предложить, чтобы вы посмотрели. НДС по старой схеме, когда мы платили с наценки в торговле, и НДС по новой схеме. То есть это даже не бухгалтерия, это просто маленький математический расчет. При одних и тех же оборотах мы заработали в первом случае 350 тысяч, и во втором 350. Но по старой схеме предприниматель пропил бы 31 тысячу рублей, а по новому НДС он платит 122 тысячи, и он сразу уходит в минус. Это математика. Так продолжается один месяц, думаешь, ну следующий будет получше, ну следующий будет, не наступает вот этот следующий месяц, который становится получше. Что у нас делает в этот момент государство, когда уже предпринимателю совсем плохо? Что делает государство? Государство начинает закрывать, налоговое закрывает счета. Таможня закрывает счета, закрывает границу, не дает принимать грузы. Что делать предпринимателю? Я вот работаю 25 лет после войны, и до войны работала. Я никак не могу понять, вот почему все карательные функции у нас только обращены к бизнесу. Почему это все, что вот всегда начисляются пени, штрафы, счета нам закрывают. У нас вообще в Абхазии, у нас не было приватизации такой круглопасштабной. У нас были какие-то локальные, но основными держателями богатств Абхазии являются государственные предприятия. Они не отчитываются, они не платят налоги, они убыточные. Мы их содержим, эти рупы, мупы, государственные компании непонятные с раздутыми штатами. Какой-то бюджет может это выдержать? Нет. Я никогда не слышала, чтобы им закрыли счет, чтобы им арестовали и чтобы их просто распустили. Почему так получается, что бизнес за все должен это отвечать? Все, кто здесь собрались, это люди, которые переживают за легальный бизнес. Те, которые не платили, они не платят, им все равно какой МДС, как хочешь его. Они его как не платили, так и не будут платить. У нас вообще в обществе какие-то приоритеты, мне кажется, не совсем правильно расставлены. Мы вот, Беслан, вы сказали, мы ушли от советской системы, когда коммерсант, он был спекулянт, он был презираемым обществом. Но сейчас другая ситуация. Сейчас все делает бизнес. Вот, Хатуна, вы тоже сказали, основные поступления в бизнес, бюджет это от бизнеса идут. И что у нас получается? А у нас к людям труда отношения абсолютно отрицательные.